Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде стартовало единое национальное тестирование. В первый день 1394 школьника проверили свои знания. Обеспечить социально-психологическую адаптацию людям, оказавшимся в сложной ситуации. Целью проведения этой акции является выяснение насущных проблем, установление социально-психологических контактов с осужденными, состоящими в службе пробации. Около ста предпринимателей из Центрального парка культуры и отдыха остались без работы. Почему чиновники запретили им трудиться и сколько потратили из бюджета на реконструкцию детской железной дороги, вы узнаете через несколько минут. Потеряли, да, может быть около ста человек, может быть даже больше, потому что на сегодняшний день кафе не заработали. Официально я ни с одним кафе не заключил договор, по причине того, что я должен был провести конкурс. В Караганде стартовало единое национальное тестирование. В этом году сдача ЕНТ по всему Казахстану проходит традиционно со 2 по 15 июня. В нашем регионе ЕНТ-2016 пройдет в три потока – 3, 5 и 7 июня. В области 6 984 выпускника. Как справились школьники с испытанием, какие вопросы были самыми трудными, была ли у них возможность воспользоваться шпаргалками, узнавала и Мамрина. Коробочку, ручки, удостоверение личности, пропуск, коробочку. В 8.30 утра в политехе последние подготовки к тестированию. Специалисты дают инструктаж выпускникам, как себя вести, куда складывать вещи. Ребята проходят в следующий зал. Серьезный мужчина в галстуке запрещает журналистам снимать, как проверяют школьников. А на улице своей очереди ждут остальные выпускники и родители. По их лицам непонятно, кто волнуется больше – дети или взрослые. Последнее селфи на память оживляет толпу. На улице вывешен телевизор, который отображает записи с видеокамер. Несмотря на пасмурную погоду, родители не спешат расходиться. Их приглашают пройти в аудиторию и наблюдать в тепле. А вот в Карагандинском экономическом университете журналистам не разрешают даже этого, ссылаясь на приказ руководства. Тем не менее, с поддержкой родителей мы снимаем живой коридор, который ждет выходящих выпускников. Екатерина Рябова – ученица гимназии номер 45. Она вышла с тестирования в нервном напряжении. Девушка рассказала, что школьников тщательно проверяли, возможности списать не было. В тестах были незнакомые вопросы, но она верит в свои силы. Выпускница уже поступила в Новосибирский вуз на геодезиста. И для нее ЕНТ – просто формальность. Страшно, конечно. Ну, тогда уже успокоились чуть-чуть. Нет, такого не было. Стоит бояться. Бойтесь. Только готовьтесь сразу за два года до ЕНТ. Всего по области обозначены 15 пунктов сдачи ЕНТ. При каждом пункте работает апелляционная комиссия, куда и на следующий день после тестирования могут обратиться выпускники, не согласные с результатами. Для тех, кто не набрал пороговый уровень, то есть 50 баллов, предоставляется возможность повторно сдать тестирование в августе. Перездача платная. Ее стоимость – 2242 тенге. Ободренные такими новшествами родители ведут себя спокойно. С их слов ЕНТ – не конец света. Вдруг ничего страшного. Есть еще вторая возможность в январе пересдать это. Поэтому молодому человеку, который хочет учиться, хочет познавать, поступить в высшее учебное заведение, есть еще вторая возможность подготовиться и сдать ЕНТ. Сегодня ЕНТ сдали 1394 выпускника. За три дня тестирование пройдет 4700 учеников. Претендентов на знак «Алтенбельгэ» – 220, на аттестат с отличием – 98 человек. Результаты будут объявлены на сайте Министерства образования. Аймам Брина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый – Карагандинский. Общественный транспорт, бич карагандинцев. Нарекания со стороны пассажиров не смолкают ни в будние дни, ни в выходные. Если одни жалуются на хамство на дорогах, то другие пишут о непредоставлении билетов и несоблюдении времени остановки на дорогах. Эти и другие вопросы, связанные с ЖКХ региона, обсуждались на онлайн-заседании комиссии с участием Министерства экономики, которое состоялось в областном Акимате. Заседание в онлайн-режиме началось с докладов из разных городов. Члены правительства слушали их и давали дельные советы. По информации спикеров, Карагандинская область хромает именно в культуре пассажироперевозок. Несмотря на все усилия работников жилищно-коммунальной сферы, неразрешенных проблем и жалоб еще много. Люди жалуются на водителей-шумахеров, которые умудряются проезжать на красный свет светофора и игнорируют требования пассажиров уменьшить звук музыки в салоне автобусов. Также нарекания есть и в других сферах. Специалисты объясняют это большой нагрузкой на отделы и управление ЖКХ, которые решают сотни вопросов разных направлений. Поскольку отсутствуют квалифицированные специалисты, люди со специальным образованием, отсутствуют сектора пассажирского транспорта, как это было ранее. То есть, ну, возможно, в связи с оптимизацией, возможно, с какими-то другими причинами. Но, как правило, существует один специалист, который занимается только функцией проведения конкурса на обслуживание маршрутов пассажирского транспорта. То есть, остальные услуги, которые оказываются пассажирским транспортом, к сожалению, в ГУ ЖКХ они не отслеживают, либо не могут отследить силу от того, что отсутствуют специалисты. В Думе дружбы состоялась конференция на тему Алаштын-Алдаспана, которая была посвящена памяти Шанш-Халабердахужа Батыра. Батыр, живший в 18 веке, посвятил свою жизнь защите рубежей родины от нашествия иноземных захватчиков. Более подробно о мероприятии вы узнаете из следующего сюжета. В конференции приняли участие видные историки, ученые и общественные деятели. Для всех приглашенных была организована историческая выставка, где были представлены орудия труда, предметы быты и одежда тех кочевых времен. После небольшой экскурсии гостям представили фильм, рассказывающий о подвигах Шанш-Халабердахужа Батыра, о его жизни. После чего зрители могли насладиться замечательным концертом, подготовленным культурными объединениями Караганды. Казахская земля, казахский народ богата не только своей территорией, но и своими батырами. У нас было очень много батыров, которые отдали свою жизнь за эту землю. Поэтому мы святую нашу землю бережем, наш долг. Народ сам считает, что это столица Центрального Казахстана, потому что здесь после долгих поисков, после долгих лет работы нашли могилу одного из известнейших батыров казахской земли, бердохожа. Он в свое время защищал нашу землю от джунгаров, после этого от других наших соседей, которые претендовать хотели на нашу землю. Шанш-Халабердахужа Батыр был одним из выдающихся государственных деятелей, почитаемым казахским кочевым сообществом, признанным российскими и китайскими властями, отважным сардаром, посвятившим жизнь защите рубежей Родины. Именно бердохожа Батыр участвовал во всех крупных битвах казахов с джунгарами и волжескими калмыками. По некоторым данным, это более чем 100 сражений. Батыр принял участие в знаменитых Булантинском и Анракайском сражениях против джунгар, а в 1756 году храбро сражался в рядах армии Аблайхана против вторгшихся в Казахстан многочисленных войск китайцев. В 1771 году, во время пыльного похода, шина шкалы Бердохожа Батыр активно воюет с волжескими калмыками, попытавшимся весной через царе арку переселить на пустующую после джунгар территорию. На сегодняшний день известно более 180 научных источников о жизни Батыра, который мужеством и отвагой защищал земли нашей Родины. Именно благодаря таким личностям, как шана шкалы Бердохожа Батыр, было сохранено внутреннее единство казахского народа и удержана огромная территория. Также хотелось отметить, что проделана большая и кропотливая работа для того, чтобы молодое поколение никогда не забывало о подвигах великих предков. Последняя воля Батыра была такова. Похороните со всеми воинскими почестями в родовом кочеве рядом с отцом и матерью. Историки говорят, что именно так, в степи современного Каркаролинского района, в Караганзинской области еще в XVIII веке возник необычный мазар, у которого купол напоминал боевой шлем – шлем воина легендарного шанышкалы Бердохожа. В память о Великом Батыре написана книга «Шанышкалы Бердохожа Батыр», поэма «Айтулы Бердохожа Батыр». Также был снят документальный фильм и создан Кюй. Кроме того, 3 июня в Каркаролинском районе планируется открытие мавзолея в честь великого казахского Батыра. Асель Сазамбаева, Жоксылок, Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В региональной службе центральных коммуникаций состоялся брифинг, где карагандинцам рассказали о нововведении в законе внедрения обязательного социального медицинского страхования. Новая система будет построена на обязательных страховых платежах государства, работающего населения, работодателей и самозанятого населения. Согласно законопроекту, гражданам будет предоставляться два вида пакетов медицинских услуг. Первый – базовый пакет, представляет собой гарантированный государством объем медицинской помощи, финансируемый из республиканского бюджета. Этот пакет будет доступен всем гражданам Казахстана. Он включает скорую помощь и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях и в экстренных случаях профилактические прививки. Второй – страховой пакет, предоставляемый из вновь создаваемого фонда медицинского страхования. В него входит ампулаторно-поликлиническая помощь, стационарная и стационарно заменяющая помощь, за исключением социально значимых заболеваний. Восстановленное лечение и медицинская реабилитация, палеотивная помощь и сестринский уход, а также высокотехнологическая помощь. Лица, не имеющие гражданство, но в длительное время проживающиеся, или террористы, тоже могут стать участниками стратового пациента при наличии стратового опроса. В случае, если не гражданам в республике Казахстан, проживающими и пребывающими на территории Республики Казахстана, необходимой медицинской помощи по жизни и по гражданам, она будет представляться вне ситуации. Государство будет вносить взносы в размере составляющим 7% от средней заработной платы за граждан, входящих в социально уязвимые группы населения. Общее количество таких граждан составляет 52% всего населения. Работодатели будут вносить за своих работников взносы в размере 5% от фонда оплаты труда, работники 2%, самостоятельно занятое население 7% от дохода. В связи с нынешней экономической ситуацией, начиная с 2017 года, взносы будут расти и относиться на вычеты при исчислении корпоративного и индивидуального подоходного налогов. Ни в коем случае она не направлена на то, чтобы сократить объем финансирования со стороны государства сферы здравоохранения. Она предназначена для того, чтобы увеличить объем финансирования сферы здравоохранения, довести его до рекомендуемого процента к ВЛК. И при этом равнозначно объем финансирования будет увеличиваться со стороны государства, и при этом будут поступать дополнительные платежи, которые увеличат объем финансирования. В целях реализации законопроекта в Казахстане уже создан Фонд социально-медицинского страхования, представляющий собой некоммерческую организацию. Ассель Сазамбаева, Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. А впереди небольшая реклама. После мы продолжим выпуск. И без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Необычная акция «Зеленый дом» стартовала в Караганде. Это совместная работа городского акимата, прокуратуры, Центра социально-психологической адаптации и неправительственных организаций с людьми, состоящими на учете в службе пробации. В июне месяце с участием городообразующих предприятий проводятся мероприятия малой формы. Одна из них – акция «Зеленый дом». Ее цель – воспитание и формирование образа жизни людей, оказавшихся в сложной ситуации. В данной акции участвуют лица, состоящие на учете в службе пробации, которые были осуждены к наказаниям и иным мерам, не связанным с изоляцией от общества, для ресоциализации данных лиц в общество и участия их в общественной жизни нашего города. Неправительственная организация «Мир добра» активно поддерживает эту акцию. Совместная работа со службой пробации направлена на социализацию осужденных. Татьяна Абрамова, руководитель общественного объединения «Мир добра», понимает, что оступившиеся люди остро нуждаются в поддержке. И вот эта форма работы, она достаточно новая, интересная, и мы только поддерживаем это. Те люди, которые сегодня здесь озеленяют наш город, они социализируются и, самое главное, поддерживают те начинания, которые происходят в нашем городе. То люди могут к нам обращаться. То есть люди, которые здесь находятся, они тоже могут получать бесплатные услуги в рамках выполнения государственного социального заказа по линии Акимата города Караганды. Мы поддерживаем начинание и работаем совместно. Служба апробации – это новая служба, и она достаточно хорошо работает, показала себе. И вот эта форма работы, она интересна, потому что человек, посадив вот этот цветок, он видит, что он растет, что он боится с какими-то сложностями. И человек настроен на то, чтобы, конечно, не опускать руки, двигаться дальше и повышать свою мотивацию к дальнейшей правильной жизни с нормальными законопослушными действиями в рамках жизни своей. Игорь Кристенко активно участвует в акции, старается не повторять прежних ошибок, устраивается на любую работу. Говорит, есть цель – это добиться больших успехов и, наконец-то, найти свой жизненный путь. Он активно участвует в жизни, в деятельности города, именно по озеленению города. Он пытается доказать свою исправность. По озеленению сажаем цветы, помогаем, активно участвуем во всех мероприятиях. С начала текущего года прокуратура Республики Казахстан провела три форума. Один из них называется «Ты нужен обществу». Данная акция – это один из пунктов плана форума. Цель программы – обеспечить социально-психологическую адаптацию и трудоустройство освобожденных из мест лишения свободы и условно осужденных. Асиль Сазанбаева, Гульнор Жакен, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Центральном парке заработала детская железная дорога. Поездка на пароводе стоит 200 тенге. А вот кафе в парке откроется не скоро. Из-за предписания прокуратуры и ГАСКО их ввели на закрытие провести конкурс на открытие новых точек общепита. По словам администрации управления парками, постройки в виде кафе установлены незаконно. Разрешение на работу никто из прежних бизнесменов получить не смог. Теперь их постройки, возможно, снесут. Предприниматели и администрация парка подали иски в суд друг на друга. Все подробности далее. Сегодня в управлении парками провели пресс-конференцию и объяснили, почему сократили число предпринимателей, которые трудились в парке годами. Около ста человек не прошли конкурс, который впервые провели чиновники. Также они рассказали, что сокращению количества бизнесменов поспособствовало требования прокуратуры и ГАСКО, которые написали письмо в администрацию управления парками и в Акимат о том, что предприниматели работают, не соблюдая нужных санитарных норм. Ведь за последние годы парк превратился в шанхайский базар. Это парк культуры и отдыха. Должно быть все цивилизовано. Он не должен превращаться в шанхайский базар, условно говоря. Было принято решение о сокращении мест. Нужно было принять решение. Потому что было более 300 с лишним предпринимателей. Нужно было сократить. Сократили около до 200. Я понимаю, что кому-то не понравилось, кому-то понравилось. Но все, был объявлен конкурс. Созданная комиссия разметила новый план расстановки торговых точек, раскидав их по всей территории парка. Конфликт разгорелся нешуточный. Сейчас дело направлено в суд. Также журналисты озвучили жалобы жителей на двойные тарифы на аттракционы. Если днем можно покататься на колесе обозрения за 200 тенге, то вечером эта сумма удваивается. А то и вовсе увеличивается в три раза. Если касается аттракционов парковских, парковские аттракционы – это однозначно цена 200 и 100. Детские – это, не знаю, я каждый день это сам лично проверяю. Хожу по этим, по кассам, хожу по очереди выстраиваться у колеса обозрения, у ромашки и так далее. Я подхожу к людям, спрашиваю у них, беру, смотрю билеты. Там все ок. Отрицая жалобы, директор все же пояснил, если люди столкнулись с такой ситуацией, нужно звонить по номеру 304419 или прийти в управление по адресу Мичурина, 21А. Кстати, управление парками теперь может подавать заявки в Акимат города на финансирование ремонта или реконструкции памятников. Уже выделены деньги на ремонт трех памятников. 1 июня во всех школах области заработали летние оздоровительные лагери. Не исключение и дети с ограниченными возможностями областной специализированной школы номер 3. Для них в День защиты детей был организован праздничный марафон с участием аниматоров, играми и состязаниями. Праздник детям с ограниченными возможностями организовали студенты колледжа «Булашак». Они играли вместе со школьниками, соревновались в командах и приготовили настоящую выставку – книг на улице. Аниматоры поднимали всем настроение. Руководство школы отмечает – такая поддержка и общение необходимо детям. Ведь дети с ограниченными возможностями очень дружелюбны и хотят найти друзей. В школе номер 3 обучаются более 300 детей. В нашей школе было очень интересно. Мы играли, нам дарили подарки, мы будем ходить в бассейн, мы в левилотеке, играем, интересно сейчас. Юные инспекторы дорожного движения на страже порядка на дороге. Под таким лозунгом в школе-лицее номер 101 состоялось занятие на тему соблюдения правил дорожного движения. Инспекторы лицея из числа учеников и местная полицейская служба ДВД области посвятили маленьких школьников в пешеходы и подарили им светоотражающие браслеты. Слэп-браслеты, тематические блокноты и календари понравились малышам. Они с любопытством рассматривали подарки и внимательно слушали полицейских. Светоотражающие браслеты были выбраны не случайно, ведь ношение браслета снижает риск наезда на детей. Водитель заметит светящийся элемент за 150 метров. В завершении дети насладились анимационными фильмами. Жолда спешит на помощь и приключение светофора. С 1 июня текущего года на территории области стартовала широкомасштабная республиканская кампания «Декада безопасности дорожного движения», целью которого является пропаганда и соблюдение правил дорожного движения, также пропаганда и использование детских удерживающих устройств. Как известно, автомобиль является самым активным потребителем кислорода. Если человек потребляет до 20 килограммов воздуха в сутки, то современный автомобиль для сгорания 1 килограмма бензина расходует более 250 литров кислорода. Какие меры были приняты для сохранения чистого воздуха, расскажет Екатерина Фанасьева. Каждый второй автомобиль превышает нормы загрязнения воздуха в нашем городе. Бороться с этим не просто стоит, а необходимо, ведь от этого зависит наша жизнь и наше здоровье. Так выглядит выявление собственников автомобильных и иных транспортных средств, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Без соблюдения нормативов допустимых выбросов был проведен рейд в рамках акции «Чистый воздух», инициаторами которого выступили специализированная природоохранная прокуратура Карагандинской области совместно с Департаментом экологии по Карагандинской области и местной полицией. В течение последних трех дней нами обследовано более 30 автомашин. Это как общественный транспорт, так и транспорт физических лиц. Из более 30 автомашин в отношении 7 автовладельцев составлены административные протоколы, то есть лица привлечены к административной ответственности. В ходе проверки было обнаружено более 7 автовладельцев, которые нарушают нормативы, предусмотренные экологическим законодательством. Все они были привлечены к административной ответственности, согласно статье 334 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Штраф за данное нарушение составляет 2 МРП или 4242 тенге. Конечно, водители убеждают, жалуются, что причина тому некачественный бензин. Однако не только все зависит от этого, уверяют специалисты. Если следить за автомобилем, то и выбросов будет значительно меньше. На автомобиле, которые работают на бензине, у них норма для новых машин, новые машины, которые оснащены катализаторами, у них норма 1%. У автотранспорта более старого, у них, как правило, катализаторы не стоят, у них норма повыше 3,5%. Для автотранспорта, который работает на солярке или на дистопливе, у них норма 50%. Основно, можно сказать, что превышают это, конечно, те автомобили, которые работают на дистопливе. В частности, вот мы вчера проводили, мы проверяли вот эти китайские маршрутки, которые, можно сказать, что каждая вторая у нас идет с превышением. Результаты проведенного рейдового мероприятия будут отражены в анализе природоохранной прокуратуры для выработки дальнейших мер по улучшению ситуации в данном вопросе. Екатерина Афанасьева, Сельсо-Зумбаева, Жексулык, Нуртай, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин